Сколько сегодня у нас на связи Елена Порецкая, экстрасенс, маг, ясновидящая, и все время, когда Елена в эфире, что-то происходит, и сегодня у нас тема очень актуальная – сны. И мы никак не могли связаться, чуть ли не 30 минут, и вот Лена мне пишет о том, что сон в руку, то есть буквально на днях она, я снился сон о том, что она пропускает эфир, мы не выходим. И вот совершенно непонятно как, что и почему, но мы никак не могли соединиться, ни связи нету, потом, если есть связь, никто и никого не слышит. Но сейчас вроде бы, вроде бы мы сейчас в эфире, и мы начнем эту программу. Тройной W SunGates Radio.com, SunGates 1.08 – это наш скайп. Ну и, Лена, я рад приветствовать тебя в эфире, да, ты, я вижу, находишься не в офисе, а в машине. Пока ничего не слышно, но видно. Ну, давай обозначь себя. Привет, Майкл, привет, Чикаго. Я действительно сегодня в машине, потому что у меня прием, прием онлайн, и поэтому я выбрала время для эфира специально, чтобы вот, ну, так получилось не в офисе. Понятно. Ну, хорошо, ну, давай тогда сегодня поговорим о снах, что такое сны, потому что, ну, говорят во сне, человек проживает совсем другие жизни. Это может быть какие-то параллельные жизни, никто толком ничего не знает, это может быть какие-то пророческие сны, это может быть осознанное сновидение, некоторые в Астрале гуляют, летают куда угодно на Луну и подальше, и в снах нам приходят какие-то вот люди, наши предки, может быть, приходят, или мы уходим туда, где они находятся сейчас. Вот что такое сон, и как с точки зрения экстрасенсорики, с точки зрения магии, как ты можешь его определить? Ну, во-первых, сон – это прежде всего пограничное состояние человека, да, когда тело дремлет, как бы оно не двигается, то есть сознание, опять же, работает человека, несмотря на то, что тело вроде спит. То есть сон… во сне обычно мы простраиваем себе те моменты, которые у нас потом выстраиваются в будущем, то есть сбываются. Сны бывают прямого значения, символического, также бывает осознанное сновидение, где человек может изменить суть событий, да, и также бывают астральные выходы, где также могут происходить какие-то события, которые сам человек осознанно или подсознательно себе выстраивает, и потом это сбывается. Ну, в частности, этот сон с эфиром, да, мне на днях буквально приснился сон, что я пропустила эфир и судорожно тебе пишу на каком-то большом компьютере, у меня такого нет, что, Майкл, извини, я тебе не сообщила, и сижу думала, почему же я раньше-то не сообщила. И вот это состояние, оно меня очень вот так вот потрясло. Я вообще более-менее обязательный человек, да, там могу опоздать, но так, чтобы вот так вот, и я прям проснулась нервничая. Вот сон оказался в руку, да, как бы. Опять же, это может быть связано с каким-то недоброжелательством, кто-то может там, допустим, не хотеть там, ну, желать мне лично чего-то, соответственно, это может так вот происходить. Опять же, сбылось то, как я увидела, то есть во сне, да, прямое значение получилось. А как определить, Лена, как определить этот сон, который нам снится, он, так сказать, в руку, он пророческий сон, или это просто наши какие-то иллюзии, или будущее, или прошлое, не знаю. Как, можно ли как-то вообще определить или нет? Можно определить. Во-первых, прежде всего надо начать записывать свои сны. Во-вторых, сны символические или прямого значения, которые вещи, называем так, да, они обычно снятся в определенное время, допустим, да, обычно это либо утренний сон, то есть это вот человек буквально там, это нам кажется, что мы во сне провели полночи. На самом деле существует фаза снов, где именно та фаза, где снятся вещи и сны, что-либо сбывается потом, да, как бы. Обычно это утренние сны, где человек резко встал, и он может, переключившись на предметный мир, потом все-таки запомнить, что происходило во сне, да. Если, допустим, сон, где на вас кто-то нападает, бывают такие сны астральные, да, то есть это значит, задействован какой-то человек, который магически пытается на вас что-то навести, или на ваших близких. Этот сон обычно снится до 4-5, и вы, вскакивая после него, обычно бывает страх какой-то после этого сна, вы можете потом заснуть и забыть его. Вот в этом случае ни в коем случае нельзя. Этот сон надо виртуально отработать, просмотреть моменты нападений, отсмотреть какой человек, и по возможности избежать того, что вам пожелали. Потому что на самом деле именно в эту фазу, где человек потом опять заснул и прошлый сон забыл, как раз делаются построения, где у человека могут потом пойти жизнь вся не так, да, ну, все в жизнь пойти не так. Или в жизни его, или в жизни у близких. Вот. Как отличить просто, допустим, бывают сны символического значения. Например, в этом сне могут сниться события нескольких ситуационных моментов, то есть у человека. Это очень нелогичные сны называются, да, то есть человек в одном сне может проживать куски разных событий, и потом все это постепенно сбывается, да. Опять же, при записи такого сна нужно отследить. Обычно бывает либо сразу, либо сбывается через какой-то промежуток времени, или такие сны обычно снятся, и ты потом их забываешь. И вот как у меня дочь недавно сказала, вот вчера она говорит, ты знаешь, мне вот этот момент снился. Я говорю, какой? Ну вот мы сидим сейчас на кухне, смотрим этот фильм, мне вот этот момент снился прям в подробностях. То есть прошло, я говорю, когда? Ты знаешь, очень давно, много лет назад, то есть это было ей лет 12, ей снился этот сон, сейчас человеку 19 лет, а он у нее сейчас сбылся, да. То есть отсюда делается вывод, что перед сном ни в коем случае не надо смотреть какие-то страшные фильмы или катастрофичные фильмы. Лучше вообще как бы немножечко до сна уходить в какую-то свою реальность и задумывать свои процессы, которые у вас, допустим, стоят, не двигаются, или наоборот развиваются, и вы не знаете, туда ли вы идете или сюда. То есть продумать свой какой-то путь развития, где вы, ложась спать, уже забывая о том, что вы сейчас за час до сна думали, вы можете уйти, у вас это пойдет в программу вашего сна, и там, как таблица Менделеева, да, приснилась вот Менделеева, там вам также придет решение, и вы сможете, допустим, встав, записать. Это быстренько надо, обязательно быстро, потому что стираются грани того, что вы увидели. И когда вы запишите, то, соответственно, проследите степень сбываемости. Опять же, если это предупреждение, да, еще есть сны предупреждения. Это то, о чем я говорила. Иногда они связаны с астральным нападением, допустим, на кого-то кто-то нападает, там, я не знаю, сосед ополчился, там, бывший партнер или партнерша, ну, кто угодно, коллеги по цеху, если это эзотерики, да, там, люди бывают интуитивные эзотерики, да. Здесь то же самое. Сон предупреждение, он обычно показывает событие, которое, по сути, негативно. То есть, оно может даже болевым быть, ну, как бы, да. Если вы осознанно во сне находитесь, вы можете изменить цепь событий и там даже отразить эту атаку. Ну, допустим, если на вас идет какой-то удар во сне, вы не понимаете, что это, да, вы пытаетесь выцепить этих людей, и вы, соответственно, делаете им возврат. То есть, вы можете во сне взять биту, ну, опять же, виртуально отработать только уже во сне. Это называется осознанный подход, осознанное сновидение, где вы меняете ход событий, вы, как бы, отвечаете своим недоброжелателям. И то, что вам во сне сделано было, оно просто автоматом вернется. И я не знаю, ну, наутро, может быть, коллега по работе вам там скажет, слушай, придет синяком муж ее ударил во сне. А на самом деле это было то, что вы защищали свои позиции, и человек получил возвратный удар. Здесь вот очень много таких тонкостей, да, как бы. Можно ли спрогнозировать сон? Или можно ли, допустим, человек хочет с кем-то во сне пообщаться? Или он хочет, вот то, что называется, осознанное сновидение или выход из тела? Для этого существует очень много практик. Если это выход в астрал, соответственно, есть разные методики, начиная там от Всеслава Сола, заканчивая Радугой и Михаилом, да, у него достаточно тоже интересные практики. Вот. Также существует позиция осознанного сновидения, того же Кастанеду, да, можно почитать. Вот. Опять же, также идет момент загадывания. То есть, ну, например, вы можете загадать, чего бы вы хотели, с кем бы вы хотели пересечься. Все равно, если вы ничем не занимаетесь, эзотерическим, вы можете просто загадать, и вам придет ответ на ваш вопрос. К вам, опять же, к каждому человеку могут приходить родственники, ты правильно сказал, но не каждый человек может увидеть их, потому что бывает, что связи нету, человек не чувствует тонкий мир, и здесь все равно нужно немножечко по этой теме заниматься. Лена, нам пора... Или астральный выход, но не... Я прошу прощения, нам пора, наверное, отключить камеру, поскольку уже идут помехи, ну, тем более, что мы говорим о потусторонних каких-то силах. Читал много фантастики в свое время, и есть на эту тему конкретные какие-то вещи, но на самом деле дети, которые, маленькие дети, им бывает снятся какие-то сны, какие-то кошмары. Потом выясняется, на самом деле, что, в общем-то, это не кошмары, они на самом деле общаются с этими людьми. О фантастике я помню, там человек, полетевший на Марс, это было у Рэя Брэдбери, он не мог заснуть, поскольку как только он засыпал, к нему приходило какое-то чудовище, которое должно было его убить, этого космонавта. Такое возможно или нет во снах? Ну, вообще-то возможно. Это, опять же, как предупреждение, и внутренние страхи самого космонавта были. То же самое может быть и у простого человека. Человека мучить могут какие-то предчувствия, какая-то нестабильность в жизни, и во снах это может проявляться, что за ним кто-то гонится, что кто-то ему угрожает, да, допустим. Опять же, да, человек по снам может определить это и постараться прежде всего успокоиться, потому что если он будет еще нагнетать психологически, то сам себя, да, зацикливать на этом, то у него еще ситуация ухудшится, но такое бывает, да. Вот насчет детей, как бы, скажу, детям вообще снятся сны, которые они, по сути, не запоминают. И потом дети вырастают, как бы они проживают ту жизнь, которую они себе построили в детстве. То есть, опять же, еще раз повторюсь, что сны – это построение будущего, получается. И что мы туда закладываем, как бы перед сном, да, какую подкорку, подложку, какую форму своего бытия дальше, да, то у нас и сбывается, опять же. Ну, опять же, мы смотрим по стереотипам, да, у каждого человека свой потолок развития. Если человек не может, допустим, жить во дворце, а живет в квартире, и, соответственно, он на уровне квартиры и будет получать те или иные материализации. То есть, он не может перепрыгнуть свою предметную данность какую-то, да. То есть, тоже и такое может быть, да. Ну, понятно. Но не опасны ли вот такие вот вещи, где во снах нам снятся действительно какие-то сущности, которые с нами пытаются там что-то с нами сотворить такое? Опасно, я бы сказала. Опасно, да? А как этого избежать? Не смотреть на ночь фильмов с ужасами, да? Да, не смотреть фильмов, связанных с потусторонней реальностью, если вы не хотите там встретиться с кем-то из предков, да. Вот. Ну, опять же, хорошие родственники, они не будут беспокоить и пугать, да, там, допустим. Они просто будут предупреждать. Вот. Опять же, вот у меня сегодня день рождения у моей бабушки, которая в 12-м году умерла. Может быть, поэтому скайпа глючил. Кто знает тоже. Здесь все-таки хороший родственник, он всегда оберегает своих родственников, поколения, да, там, детишек, внуков, вот, детей, да. А если это, допустим, все-таки сущность какая-то потусторонняя, одержание, там, бывает страхи человеческие, да, то, конечно, на психику это влияет. И люди, зацикленные на этом, они могут, конечно, неадекватно потом действовать в жизни, то есть у них психика будет сломана. Поэтому лучше вот такие фильмы пограничные для сознания на ночь не смотреть, да, там, где человек не может справиться сам, где нет учителя, лучше не соваться в эту тему, потому что можно притянуть одержание, которое будет управлять сознанием человека, и в итоге приведет его к полному разрушению. Но я скажу так, что вот прежде всего, конечно, во снах люди восстанавливаются, да. Если у человека сбой во сне, ну, сбойный сон, то прежде всего это, ну, как бы нарушение в нем самом, то есть обязательно нужно все-таки привести к знаменателю, к более положительному, вот этот момент высыпания, да, чтобы он высыпался именно ночью. Обычно это у людей в возрасте бывает, там, где-то под 80 лет, вот у них бывают сбои во снах. Бессонница бывает, кстати, у молодых. Бывает, человек не может заснуть, и потом он весь разбитый. Вот. Я, например, четко знаю, что во снах, вот, с точки зрения науки, медицины и эзотерики, можно восстанавливаться. Кстати, так же точно, как и при выходе в астрал. Существует принцип, когда сознание выходит из тела, или хотя бы зависает над ним на какое-то мгновение, если это просто сон, то есть ты отвлекаешься от своего предметного тела, то существует принцип, что те болезни, которые были надуманы или притянуты за уши, да, как бы, или это было воздействие, или негатив, они отскакивают от тела, то есть они уходят, потому что они, как бы, не пристегнуты предметно еще, да, и человек после, допустим, определенного сна может проснуться после такого вот именно сна и вдруг выздороветь, то есть уйти даже диагностическая проблема может быть. Я, кстати, вот эту медитацию серебристой энергии даю, когда я вот ее делаю на ночь, и я скажу, что когда вот я делаю эту медитацию, то у меня и сны как бы более качественные, более такие вот, то есть подсказывающие что-то, вот как сегодня мне сон снился, что насчет одного человека, который вот, ну, это до пяти утра был сон, и я прям в пять проснулась от страха, да, вот этот, что как нападение какое-то было, вот этот человек мне снился, угрожал он как бы моему сыну, да, и я вот это чувствую, я знаю, кто этот человек. Причины, конечно, у всех разные, но сам факт, что вот я этот сон постаралась не забыть, я над ним работала, даже когда я уже пошла в другой сон, да, следующий сон у меня пошел, другая фаза, да, утренняя вот эта, вот, и в какой-то момент времени, если, допустим, делать вот медитацию серебристой энергии, оздоровительную, да, на ночь, да, допустим, то человек более успокаивается, более выравнивает сознание, и ему более лучше, качественно снятся сны. Именно во снах, кстати, подобный человек может ставить себе задачу на выздоровление, да, какую-то задачу ставишь себе при вдыхании этой серебристой энергии, да, медитации, такую задачу, ну, это и йоговские практики, кстати, тоже самое, по-моему, говорят, да, то так же точно ты можешь ставить это себе процесс излечения. То есть сон, как бы он вот именно восстанавливает, да. Лен, а можно провести такую практику сейчас в эфире, ну, ты сидишь, я сижу, мы не двигаемся, буквально там 30 секунд, 40 секунд, чтобы люди понимали, о чём идёт речь, хотя бы приблизительно, ну, вот и я на себя попробую. Хорошо, садимся все ровненько, можно лежать, да, как бы если это на ночь медитация делается, здесь нужно немножко визуализировать, то есть я предлагаю на ночь обычно делать или вечером, чтобы сгармонизировать своё пространство, серебристую энергию. Если утром вы встали разбитые и не выспавшиеся, то лучше золотистую энергию, чтобы рабочий день всё-таки пошёл более качественно. То есть нужно сесть ровненько или лечь, да, и закрыть глаза и представить себе, что с воздухом вы вдыхаете в себя как бы серебристую энергию, то есть, ну, серебристый цвет все себе представляют. Можно представить дождик на ёлке, знаете, серебристый, можно звёздочки. Вот вы вдыхаете в себя воздух, и начиная с темечка вдруг эта вся энергия начинает проходить сквозь объём вашего предметного тела. Вот я сейчас через тебя, Майкл, это провожу. Начиная с темечка твоя энергия проходит сквозь объём твоего предметного тела по позвоночнику, и ты полностью наполняешься изнутри серебристыми такими мурашками, звёздочками или серебристым дождиком. Что ты себе представишь, да? И полностью эта энергия входит в тебя до кончиков пальцев рук-ног, и ты ощущаешь себя в серебристом потоке. Ты полностью в состоянии серебристого потока. У тебя нет никаких мыслей посторонних, ты только серебристый поток в тебе. Ты концентрируешься на нём, и ты минуты три находишься в этой серебристости, продолжая вдыхать воздух, а с ним и серебристую энергию. В этот момент происходит, кстати, уход диагностики какой-то, да, если есть проблемы, усталость уходит, начинаются мурашечки. Вот самый лучший проход энергии – это когда вы чувствуете мурашечки. Такая лёгкость бывает. Вылает головокружение после того, как глаза открыл. Если где-то есть тяжесть, горячо-холодно, на это надо обратить внимание. В этом месте вы просто при следующей медитации делаете больше запаса серебристой энергии. Можно даже представить в этом месте вихрь. Для чего это делается? Чтобы очистить пространство. Потому что вам даже лучше представить, что серебристый дождик или серебристые звёздочки, входя в вас, как бы съедает всё чёрное. Вот это самая лучшая визуализация была бы для вас, потому что так вы будете чётко понимать, что у вас всё чёрное съедается серебристо. То есть она перерабатывает эту черноту, это обида, это разочарование, это усталость, это болезнь какую-то. И вот это всё вы наполняете потом серебристостью. В этом вы находитесь. Вот если в этом состоянии, допустим, засыпать, опять же, задумывая, что бы вы хотели, какие задачи, цели просто, но не загружать себя полностью, знаете, как работающие люди, которые даже ночью работают, а именно в какой-то степени продумал и немножко отпустил. Потом уже ложишься спать, и ты вот в этом серебристом потоке всё равно себя держишь, и уже у тебя и сон будет лучше, и, кстати, диагностические проблемы уходят, они как бы немножко рассасываться могут. То есть я вот, люди на себе экспериментировали, когда я проводила эту диагностику, ну, практику здоровительную, и действительно у людей восстанавливалось самовосприятие, даже лучше было. То есть человек, вот у меня очень многие даже научились в метро, едет человек и пускает золотистую энергию, сразу вот хорошее состояние. Кстати, насчёт золотистой энергии. Она даёт не более спокойное состояние, она даёт запас такой адреналина, почему лучше с утра вместо кофе делать. И в этот момент, если вы конкретно сосредоточились на золотой энергии, у вас идёт дикая работоспособность, то есть вот в пик этой активности вам надо обязательно уложить все те дела, которые вы не успели сделать, или вам надо быстро их делать, но они нудные, да. То есть на этой энергии вы делаете всё быстро, то есть у вас сразу связи формируются лучше, то есть у вас голова лучше работает, память. Но много её нельзя, потому что идёт перебор энергии, человек потом может чувствовать опустошённость. Потом надо обязательно сделать медитацию серебристой энергии, чтобы восстановить свой поток. То есть, по сути, серебристая энергия, она именно гармонизирует и восстанавливает пространство и не позволяет человеку выбиваться в какие-то вот такие нервные срывы там и состояния, да. Опять же, эта энергия восстанавливает биополе, то есть обязательно ощущаете, да, себя после этой энергии, вот. Если всё-таки горячо, холодно где-то в теле прошло, обратите на это место внимание, это сосудистые проблемы могут быть, мышечные, какие-то органы могут, ну, опять же, при восстановлении всё-таки, давайте себе знать. Тут обязательно всё-таки медикаментозно надо посмотреть всё, чтобы всё-таки, соответственно, кто-то лекарства принимает, может быть, да, сочетать это с лечением, если у кого-то какие-то проблемки, да. Вот, Майкл, ну как ты себя ощущаешь? Я чувствую, я хорошо визуализирую, и я действительно чувствовал не то, что энергию, а вот покалывание и, ну, прохождение, да, я чувствовал. Я практикую тогда, когда мне это надо, и оно действительно работает. Во всяком случае, я себе прошлой ночью решал проблемы с головной болью, поскольку, ну, приближаемся, там, скажем, к намолонию, там и так далее, и бывают вот такие вот, скажем, моменты, когда болит голова. Для меня работает. Я полагаю так, дорогие друзья, о том, что когда вы будете смотреть это всё в записи, то это будет так всё равно работать. Это не имеет значения, в реальном времени находимся, или мы находимся, скажем, просматриваем это в записи. То есть мы можем поставить вот эту запись нашей программы сегодняшней в той части, где Лена рассказывает про такую серебристую медитацию, поставить действительно перед сном. Это можно делать, Лен, это можно делать прямо, скажем так, в кровати, да, уже прямо вот ложимся, мы спать, и перед тем, как мы засыпаем, да, или это надо делать за какое-то время до сна? Нет, я как советую. Вот обычно человек приезжает там с офиса, с работы, да, вот это состояние, когда ты ещё входишь, и ты ещё полон там тех событий, которые по улице там, или где-то, ну, где у кого, да, происходили, вот тут лучше в душ сходить, да, предметно смыть себя вот какой-то фон, да, и, соответственно, потом просто полежать, да. То есть состояние, когда ты вот полежал, и буквально три минуты ты поделал эту энергию предварительно. В принципе, её даже может хватить, если человек концентрированно на ней сформировал себя, ну, сосредоточился, её уже может хватить, и на ночь можно не делать. Единственное одно но. Когда люди проходят эту энергию, её обязательно надо делать, сосредотачиваясь только на серебристой энергии. ни о каких проблемах, ни о каких решениях вопросов, ничего это не надо, ни о каких болячках. Ты концентрируешься только на проходе серебристой энергии в себе. Кстати, эта медитация, она учит человека отделять от себя чужую энергию, и также эта медитация учит себя, да, концентрироваться на себе самом, потому что люди у нас, скажем сразу, да, они все разбросанные, вот, сейчас телефон отключу, у меня уже что-то позвонит. Люди у нас все разбросанные, и чтобы собрать себя, нужно на себе сосредоточиться. Я раньше, когда ещё замужем была, у нас очень много был плотный график жизни, и у меня было так, что я плотно, резко, вот, мне надо было лечь резко, допустим, и сосредоточиться вот только на себе, только на себе. Вот я закрывала глаза, подушку так ложилась, и чётко концентрируясь только на себе, вот на своих... Давайте мы выключим ваш телефон, а потом так долго. Сконцентрируйтесь на выключении телефона. То есть, именно нужна концентрация только на проходе этой энергии в тело. Если человек начинает сидеть, думать, что у него там куча кредитов, проблем и прочего, он только это в себя загрузит, будет головная боль. Вместе с серебристой энергии, да? Да. Или ещё какая-то боль в каком-то ненужном месте. Нет, но тем не менее, здесь есть какой-то некий, с моей точки зрения, конфликт, потому что, допустим, у человека есть какая-то проблема в каком-то органе. Ну вот болит, ну голова болит, к примеру, да? И очень трудно сконцентрироваться на чём-то, кроме той самой головной боли. Если мы пытаемся решить с помощью вот этой серебристой энергии нашу головную боль, убрать её, то волей-неволей приходится вот эту головную боль как бы привносить в этот процесс поглощения этой серебристой энергии. Здесь нету конфликта? Никакого? Здесь нет конфликта. Просто когда у человека головная боль, это первый признак того, почему у человека головная боль, это говорит о том, что астральное тело человека собралось в точке боли. То есть если ты вспомнишь состояние, когда у тебя голова болит, ты конкретно концентрируешься на этой точке, да? А нужно... Почему я говорю серебристой энергии? Когда ты переконцентрируешься на серебристую энергию, боль становится как бы фоном, да? Ты знаешь, что она болит, но ты не подпитываешь её ещё своим сознанием, упирая на то, что она болит, да? Вот ты прям не веришь. То есть тут немножко эффект веры, да? Ты концентрируешься на серебристой энергии, которая тебе позволяет снять эту головную боль, разгладить астральное тело, твои мысли свести к пяточкам. То есть почему, помнишь, я тебе говорила, сосредоточиться на пальчиках ног, рук на пяточках. Если есть массажный коврик, кстати, очень хорошо, колючий какой-нибудь, ну, йоговский такие коврик, тоже неплохие, он может помочь человеку сконцентрироваться на ступнях, где, кстати, очень много точек, и человек может, в принципе, разгладить себя вот по телу, потому что при любой боли идёт дикая концентрация человека, всего, всего его сознания на точке боли. И серебристая энергия, если ты переконцентрируешься на её проходе сквозь тело, позволяет человеку отпустить эту боль, и, соответственно, она может вдруг уйти, понимаешь? Ну, на самом деле, есть несколько практик, точнее, не несколько, а много практик решения таких вопросов. Я помню, посещая Випассану, ну, известная, да, буддийская техника медитации, и главный, так сказать, учитель этого, он относительно недавно уже ушёл из этого мира, он пришёл в эту Випассану с тем, что никто не мог помочь ему с его мигренями головными, дикие головные боли. И когда он узнал о том, что на Випассане решаются вот такие вещи, он пришёл туда, но его не взяли, поскольку он пришёл решать проблемы, а не заниматься тем, чем рекомендуется заниматься на Випассане. Ну, каким-то образом он перестроился, и его всё-таки туда приняли. Ну, помимо всего того, что он решил эти действительно проблемы, там как раз-таки концентрируется на том месте, которое болит, в данном случае головная боль, он концентрируется, но концентрируется только для того, чтобы потом уйти от этой концентрации, и он изменил очень и очень многие вещи. Это действительно был очень интересный момент. Ну, повторяю, есть очень много практик, и сегодня мы беседуем с ясновидящей, с предсказательницей, с парапсихологом Еленой Порецкой, которая как раз-таки даёт нам вот эту вот технику. Дорогие друзья, если вам интересно побеседовать с Еленой и попросить какие-то консультации, вы тоже можете обратиться те, кто проживает на территории СНГ, там, бывшего постсоветского пространства, бывшего Советского Союза, можете найти её, если захотите, если нет, обращайтесь к нам, в центре Сангейтс, стройное W, сангейтс, радио.com, это Сангейтс 1.08, это наш скайп, на Фейсбуке, на Ютюбе, программы все выкладываются, они записываются, и этот тоже, и там вы можете задать свои вопросы, и даже, в общем-то, если Елена свободна, получить какую-то её консультацию. Лен, ну, хорошо, у нас, мы немножко задержались с началом нашей трансляции, поэтому время у нас немного, пару минут ещё есть, хочешь ли ты что-то ещё добавить, или, ну, трудно записывать сны, поскольку люди просыпаются, и сразу бегут на работу, и потом забывают. Более того, я лично, не знаю, как, кто, но я лично просто забываю все свои сны, то есть, очень и очень редко я их вспоминаю, поэтому, да, есть такая практика ложить, практика осознанного сновидения, пытался когда-то этим тоже заниматься, на тумбочку рядом с изголовьем, так сказать, ложишь бумагу, карандаш, или там, не знаю, сейчас можно записывать на электронное устройство, и записываешь свой сон, или надиктовываешь свой сон, так можно, но, а тем, кто всё-таки забывает? Ну, тем, кто забывает, значит, эти люди живут в таком темпе, что эти сны просто снятся в той фазе, где человек уже их не помнит, то есть, ты вскочил, потом тут существует принцип, что ты, человеку что-то снилось, он резко встал и переключился на реальность, и первое, что в голову идёт, что человек должен делать последовательно, и вот это именно, переброска себя с сонного состояния, где ему что-то снилось в предметное состояние, да, вот в такое реальное, оно сразу сбрасывает сон в подсознание, и потом этот сон может сбыться, но опять же, повторюсь, все символические сны, все сны, которые угрожающие, там, астральные какие-то выхлопы, да, картинки, бывает, что человек в теле, а ему снится, что кто, какое-то событие, или кто-то, у меня бывает, что в преддверии какого-то человека обязательно показывает какую-то картинку астральную, вот я в теле, но вдруг я вот вижу какое-то событие, и оно мне показывает, потом, да, действительно появляется человек, который, может быть, мне не очень нужен, или моим близким, и я этого человека просто отвожу, или происходит какое-то вот, у меня это как вот предостережение, то есть если мне астрально в теле, когда я сплю, вдруг астрально я вижу какие-то события или какие-то люди, то я сразу потом реагирую, такие люди появляются, и я стараюсь уйти от общения с ними. То есть у кого как, опять же, заточено сознание, у кого-то просто сны снятся. Но лучше всегда записать, если это необычный сон, если это символичный сон. У меня есть сны, которые снились в 2003 году, и до сих пор этот сон в стадии избывания. То есть потрясающе, я вот даже его читала как-то недавно, я до сих пор еще плыву по той реке, она уже менее грязная, как была в 2003 году. Это было связано с футбольной школой. Но все равно я еще, я уже вошла в чистую протоку этого сна, как во сне было. Но еще нет того человека, который мне протянул руку помощи, чтобы я вылезла на берег, он достаточно крут. То есть я до сих пор еще, представляешь, сколько лет, сколько, 13 лет, да? Я нахожусь в состоянии этого сна, который еще не полностью сбылся. Представляешь? Лен, наверное, последний вопрос, время у нас уже подошло к концу. Существует огромное количество каких-то сонников, где смотришь сон, и там интерпретируется. Но мне кажется, что это формально, это может быть так, а может быть не так. И это на все случаи в жизни сонников нету, всякое бывает. Есть люди, которые могут интерпретировать сны, причем достаточно они в этом разбираются. Для этого нужны какие-то, я так полагаю, качества, правильно? Чтобы интерпретировать сон. Как, скажем, в отношении тебя, ты можешь интерпретировать сон только на основании той информации, которую тебе дает человек, которому снился этот сон, или тебе надо связаться с ним на каком-то уровне, или видеть его, или энергетически с ним связаться, и после этого интерпретировать? Нет, мне не надо связываться. Мне обычно пишут свои сны. У меня в свое время было несколько групп толкований снов, у меня форум даже такой есть. Но у меня просто сейчас тупо нет времени на это, потому что это все равно работа с человеком. Неважно, что человек рядом с тобой не сидит, или там онлайн, ты просто по его сну, по сути, ты смотришь его ситуацию, хочешь ты того или нет. Но ты как бы, этот сон, это айсберг такой, а внутренняя часть айсберга сам человек, его события. И вот мне нужно по вот этим символическим местам, моментам, которые человек написал мне, там вкратце, снилась там, я не знаю, рубашка, одетая там на кого-то. И вот мне надо по этой ситуации подсказать что-то человеку относительно его лично. Ну да, я считываю с человека ощущение, которое написал. Мне даже не обязательно, что человек под своим именем. У меня люди пишут, ну под никами там себя бывает, да. Есть, конечно, человек под своим именем, есть фотографии, мне легче. Но все равно присутствует вот этот момент, что я выхожу на сознание человека, и то, что у него происходит, как бы я связываю с этим сном, и я уже пишу, ну, как бы, да, вот люди пишут, что сбылось так, как я сказала. Вот, тут просто надо, читая сонники, смотри, пацаны, которые у меня были в роли любимого домашнего животного, реально скажу, да, и я ее побаивалась, потому что реально это тигр был. Но почему-то вокруг было много обезьян. И вот этот тигр нападает на обезьяну какую-то, и просто я вижу, что он ее рвет, но без крови, понимаешь? Представляешь, такой сон ужасный. Это под утро было. И сон о чем-то таком важном говорит, да, я же, конечно, расшифровала о чем он, что обезьяны, как бы, это лживость, это враги какие-то, которые, по сути, получат какой-то возврат, возвратный удар от человека, который достаточно будет влиятельен. Но это касаемо, возможно, ситуации, в которой вчера я разговаривал с подобным человеком, и вот мне этот сон приснился, да, символичный такой. Фишка в чем? Что, опять же, относительно себя. Тигр, он снится, тигр может быть врагом, да, вот по сонникам. Тигр, нападающий, это вообще страшный враг. Кстати, как же и крокодил. Но если ты приручил животное, если во сне оно у тебя ластится, это, наоборот, говорит о другом. То есть здесь нужно интерпретировать сонник, когда ты прочитал символы, относительно своей ситуации всегда. То есть не потому, что тебе так получше, а потому, что нужно немножко объективно видеть. Вся проблема людей, что они не всегда объективно видят свои сны, хочется помягче, сломку подстереть, и лучше увидеть, кажется, что было бы получше вот так. А на самом деле, как бы, сон говорит об этом. То есть если бы мне во сне приснилась обезьяна, которая была в крови, да, искусственно этим тигром, я бы уже понимала, что что касается моего близкого человека, допустим, да, соответственно, то есть я об этом с этой мыслью встала, да, почему мне такое приснилось, вот. Но оказывается, что так как крови не было, просто была вот разорвана обезьяна без крови, да, соответственно, это просто связано вот с падением моих недоброжелателей, которые как бы получат какой-то возвратный удар, и я об этом узнаю. То есть нужно всегда относительно себя интерпретировать обязательно, а не именно объективно стараться. То есть, почему я говорю, записывайте сны, и, ну да, если что-то непонятно, вы можете писать, как бы, да, но обычно, в принципе, вы даже Майклу можете писать эти сны, и мы разберем их, допустим, на какой-то передаче. Почему бы и нет, да? Это было бы всем интересно, да? Да, так что, дорогие друзья, пишите нам о своих снах. Еще раз повторю, это SunGates1, солнечный оборот, на конце буква S, SunGates108. Это наш Skype, или, допустим, в YouTube тоже можно оставлять свои замечания, комментарии и задавать вопросы на Facebook. Лена, огромное спасибо за время, ну и до новых встреч. До новых встреч. Пока, Майкл, пока, Чикаго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова